Добрый день, уважаемые участники сегодняшнего вебинара. Наша сегодняшняя встреча посвящена проблемам правонарушений несовершеннолетней, которые совершаются именно в летний период отдыха. Я научный сотрудник сектора исследования педагогических инструментов научно-исследовательского центра Кулакова Алена Анатольевна. И сегодня у нас в гостях вместе со мной начальник отдела организации деятельности подразделений по делам несовершеннолетних, Главное управление МВД России Челябинской области, подполковник полиции Светлана Олеговна Кадничанская. Добрый день. Светлана Олеговна, подскажите, почему вообще считается, что в летний период времени возрастает риск противоправного поведения несовершеннолетних? На самом деле это так или это заблуждение какое-то? Нет, на самом деле это так, потому что период летних каникул – это в принципе долгожданный аппарат для наших детей, когда нет уроков, когда нет внеурочной жизни, когда дети у нас предоставлены большую часть времени сами себе. Родители не все у нас отдыхают в летний период, тоже есть, которые работают, и детям некуда деваться, они могут быть неустроены, они будут гулять, собираться в группы и проводить большую часть времени на улицах, в том числе в ТРК, где у нас есть фудкорты, где они собираются и проводят время. Соответственно, из-за отсутствия занятости у них появляются интересы немножко другие. Ну да, как правило, подростковый возраст, он как раз отличается такой активностью, энергия бьет ключом, и когда эта энергия не направлена в какое-то правильное русло, скажем так, она у нас все равно, ее куда-то девать надо, и дети сами себя занимают, и находятся… И зачастую не очень хорошими способами занимают. Да. Вот, и еще очень важно заметить, что здесь, да, появляются новые знакомые, не очень даже благополучные иногда, да, вот на этих вот фудкортах, в парках, где они у нас любят проводить большую часть времени, и действительно там уже может попасть под воздействие негативное, и будет… Ну вот, да, следует, конечно, отметить, что, готовясь к этому вебинару, мы со Светланой провели такой небольшой анализ, с… вообще, как складывается обстановка, связанная с преступлениями и правонарушениями несовершеннолетних. И вот такая интересная тенденция наблюдается, да, что примерно треть всех правонарушений и преступлений несовершеннолетними совершаются именно в летний период времени, что вот доказывает все-таки… Нашу теорию. Да, да, да. Вот. И опять же, вот тоже тут надо обратить внимание, что в статистику попадают те преступления и правонарушения, которые совершаются подростками, достигшими возраста, правильно, на ответственности. Да, все верно. Да. А ведь очень достаточно большая масса правонарушений, ну, если не половина, да, я, наверное, не ошибусь, если скажу, совершаются детьми до достижения возраста уголовной административной ответственности, то есть так называемые общественно опасные деяния до достижения возраста уголовной ответственности. То есть они у нас вот не попали в эту статистику, то есть на самом деле это еще больше. Еще больше, да, все верно. А существуют ли вообще какие-то определенные, может, виды правонарушений, которые чаще всего совершаются подростками? Ну, давайте мы с вами, Алена Анатольевна, разберем сначала, что у нас вообще, да, правонарушения и что такое преступление. Это как раз-таки к возрасту тоже будет относиться, с которого наступает у нас и административная ответственность, и уголовная ответственность. То есть у нас и административное правонарушение, и преступление, это у нас деяния, за которые предусмотрена ответственность, либо уголовная, да, либо административная. То есть получается этим и отличаются. Вот часто очень задают вопросы, а чем правонарушения отличаются от преступления, да? Нет, у нас есть, да, отличия. То есть у нас уголовное преступление, так скажем, да, Оно, во-первых, имеет у нас большую степень опасности, наличие более тяжелых последствий и наказывается конкретно Уголовным кодексом Российской Федерации. Правонарушение имеет у нас менее выраженную степень опасности и предусмотрена ответственность к кодексам об административных правонарушениях. Возраст, с которого наступает уголовная и административная ответственность, общепринятые нашими кодексами, это с 16 лет. Но в Уголовном кодексе у нас есть такие преступления, за которые возраст привлечения к уголовной ответственности наступает с 14 лет. Это у нас убийства, тяжкие преступления. Там статьей 20 Уголовного кодекса Российской Федерации, в принципе, этот перечень оговорен. То есть там можно посмотреть это все, какие статьи туда попадают. Вот. Лица, которые не достигли у нас возраста, с которого наступает, ну давайте разберем административная ответственность. Лица, если не достигли возраста, с которого наступает административная ответственность, они привлекаются все равно к этой ответственности сотрудниками полиции, которые проводят проверку. Они выносят определение об отказе возбуждения дел. То есть, правильно будет сказать, они освобождаются именно от административной ответственности, но тем не менее они несут правовую ответственность вот именно в части того, что там, наверное, постановка на учет, рассмотрение на комиссии. И по делам несовершеннолетних проведения, работы, органами системы профилактики, то есть таким ребенком она уже будет осуществляться. Вот. Но у нас еще в административном кодексе есть такая ответственность, которую несут родители. Ну, мы на этом чуть-чуть попозже рассмотрим, да. Просто вот как бы прежде, чем перейти к тому, что какие правонарушения и преступления совершают дети. Да, вот по видам мы с вами хотели. И еще, наверное, существуют определенные факторы, которые способствуют формированию противоправного поведения. Или я не права? Безусловно. Эти факторы существуют. Первым фактором у нас является фактор, ну, так скажем, безнадзорности, да, оставление ребенка без родительского надзора, когда за ним никто не присматривает, когда он у нас делает, в принципе, что хочет, идет куда хочет. Ну, и родители, в принципе, ну, не обращают, да, внимания, чем у них занимается ребенок в свободное время. Ну, то есть они не знают, где, с кем, да. Вот. Дальше, ну, второй фактор можно выделить, это, в принципе, тоже и родительская, да, так, ответственность, пробелы в воспитании. Когда родители действительно, они, ну, не знают, наверное, какие нормы и правила нужно привить ребенку, да. То есть что такое хорошо, что такое плохо, да. Ну, вроде есть, есть, живем и живем. Какая ответственность за это существует, то есть это детям не разъясняется, как следствие, они не знают границ своего поведения и какая ответственность за это. Все верно. Еще одним фактором можно, в принципе, выделить, ну, окружение, в которое попадает ребенок, оно не всегда у нас положительное, да. Есть отрицательное окружение, ребенок хочет там закрепиться, так скажем, может быть, проявить себя, чтобы его тоже уважали, да, а проявить себя иногда, может быть, и за счет не очень хороших поступков. Ну, опять же, вернемся к тому, что, да, мы говорим про подростковый возраст, а особенность подросткового возраста заключается именно в том, что ребенок самоутверждается, формируются его я, его личностные какие-то качества, и каждый ребенок стремится в той или иной степени к лидерству. То есть вот в любом новом коллективе, особенно когда новые какие-то связи, он пытается любым способом не всегда правомерно этого лидерства так добиться. Может быть, даже немножко добавлю, не лидерство, а нужно тоже найти свое место в этой среде. Пусть оно будет не лидерское, да, но какое-то значимое место, чтобы действительно вот он там был, как в своей тарелке. А это бывает, что... Ну, опять же, как говорят и психологи, и педагоги, да, что если у ребенка не закрыты все его основные потребности, то он начинает сам искать, чем заменить те или иные потребности, перекрыть, и получается так, что уходит у нас в негативную какую-то сторону. А еще вот всегда ли только от окружения зависит, внешнего окружения зависит формирование противоправного поведения? Или семья тоже... Ну, семья, она в первую очередь влияет на это все изначально, когда ребенок, ну, так скажем, рождается, да, семья должна сделать все, чтобы воспитать в нем хорошую личность, так скажем, у которой не будет потребности в совершении противоправных поступков. Соответственно, родители, они являются у нас неким изначально примером для ребенка. То есть, если у нас родители совершают противоправные деяния, будут это правонарушения, преступления. И если ребенок это видит, он считает это нормой. Соответственно, если он считает это нормой, он будет так же себя вести. Он будет понимать, что это можно делать. Я вот это вижу постоянно, да, другого я не вижу, хорошего я ничего не вижу, то есть для меня это норма. Поэтому семья, это даже, наверное, может быть самый первый фактор, который возможен вот при формировании противоправного поведения. Следует обратить внимание, вот как вот обычно говорят, что если такое понятие неблагополучная семья, да, что дети, видя вот это неблагополучие, становятся такими. Но ведь опять же, понятие неблагополучие, оно же тоже разное, довольно-таки обширное, скажем так. Это не обязательно, что родители злоупотребляют там спиртными напитками, имеют судимость, проблемы с законом. Неблагополучие, оно же может быть и в психическом плане, в психологическом плане, скажем так, да. То есть либо безразличное отношение к ребенку, это тоже так же будет. Либо жестокое обращение, естественно, неправильно, то есть это тоже формирует как бы неправильное мироощущение, и вообще какие-то личностные качества неправильно формируются. А вот скажите, как вы считаете, вот если мама гуляет с ребенком, с коляской там, ну или вообще на детской площадке, при этом в одной руке у нее там бутылочка пива, в другой руке у нее сигарета, это как-то вот отразится на ребенке? Ну, конечно, отразится. Ребенок чуть-чуть подрастет и будет так же гулять с бутылочкой пива и сигарета. Естественно, он будет знать, что это можно делать. Если, например, это девочка, и девочка видит маму, которая курит на детской площадке, девочка немножко подрастет лет до десяти, и она будет понимать, что ну это норма тоже, это можно так делать. Можно курить. Девочки же они все курят, и мама моя курит. Мама пьет, я тоже, значит, могу попробовать. То есть это вот все вот такие вот маленькие ступенечки к формированию именно вот уже такого, ну так скажем, может быть, неправильного восприятия жизни у детей. Почему они потом и становятся, вот у нас правонарушения могут совершать, преступления могут совершать, потому что они не знают, как будет по-другому, да, и как это правильно. Поэтому вот это вот такие факторы, это такие маленькие шажочки, как раз-таки вот действительно, которые способствуют совершению несовершеннолетними правонарушений. На самом деле их очень много. Плюс еще средства массовой информации, которые у нас показывают сплошь и рядом негативные вот эти моменты. Поэтому это все дети впитывают как будто. Ну, наверное, еще и социальное какое-то неравенство может ведь играть свою роль, да, что часто ребенка толкает на совершение преступления, скажем так, вот когда, ну, в классе там у одноклассника айфон есть, а у меня кнопочный телефон или там у него нет. Я тоже хочу, я хочу у него забрать, да, или там не у него, а у другого человека. Ну, опять же, это тоже не показатель, да, вот я, недаром существует такая вот мудрость специалистов системы профилактики, да, что хорошее материальное положение семьи, оно не защищает детей от преступлений, да, а вот теплые доверительные отношения со значимым взрослым, они все-таки могут, да, то есть в первую очередь это все должно быть на доверительных каких-то отношениях с ребенком строится, доброжелательность определенная должна быть, ну, и так далее. Да, 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 ну, теперь, наверное, как раз вернемся к видам правонарушений, к основным проблемам, вопросам, которые часто задают, да, факторы мы разобрали, что способствует, вот, а какие, давайте теперь уже разберем, Светлана, основные виды правонарушений? Ну, хотелось бы сказать, что в летний период у нас совершается тоже вот в основном наибольшая часть правонарушений, связанных с употреблением несовершеннолетними алкогольной продукции, с нахождением в состоянии опьянения. Это вот основная такая масса, потому что дети, вот, действительно, они в летний период могут позволить себе все. Ну, плюс это как бы мода, тренд, да, да, мы это не сделаем. Плюс еще одним из таких правонарушений, которые в летний период более часто встречаются, и как раз-таки это связано с торгово-развлекательными комплексами, с фудкортами, это кражи, которые совершаются непосредственно вот у нас и в магазинах, и в торгово-развлекательных комплексах. То есть это вот основные такие виды, которые, ну, я говорю о том, что которые вот у нас прям возросшее количество именно в летний период. Остальные виды правонарушений, они, ну, в течение года, они, в принципе, у нас попадаются дети. Наверное, еще употребление табака. Табак, да, 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 то есть курение, это тоже, да. Сюда же, наверное, можно отнести также мелкое хулиганство, потому что у нас просто рядом молодежь, нецензурную врань, используя, нецензурную врань. Ну, это вот все, оно, оно, да, совместно с употреблением алкогольной продукции, то есть это вот действительно оно идет. Ну, вот все, что вытекает из этого, оно имеет место, и вот это вот просто самые распространенные административные правонарушения, которые у нас совершаются с детьми именно в летний период. А вот еще такой вопрос, хотел бы более подробно остановиться. Кражи, да, вот из магазина. Существует такое мнение, что есть некий тренд, мода у несовершеннолетних, может, не знаю, там, азартная игра, то, что вот совершают мелкие хищения из различных торговых комплексов. На самом деле так. Кто сколько больше украдет? Кто сможет, да, на слабо, как это. Ну, вот и есть такое, есть такая тоже. И всегда ли вот эти правонарушения совершают дети, которые именно вот нуждаются в этой вещи, да, что вот украл? Абсолютно не всегда эти правонарушения совершают дети, которые нуждаются в вещах, потому что зачастую, даже большинство, наверное, таких правонарушений совершают дети, которые абсолютно не нуждаются в вещах. Это просто интерес, например, да, вот что я смогу вынести незаметно, и вот оно потом и получается, что... А вот насколько тонка грань между правонарушением и преступлением? То есть у нас же в законодательстве есть понятие мелкое хищение, да? И в какой момент мелкое хищение у нас может перейти в преступление? В преступление у нас должна быть сумма ущерба, чтобы это было преступлением, и наказываться именно уголовным кодексом, а сумма должна быть более 2,5 тысячи рублей. Ну, то есть там уже будет наступать уголовный лиц. Ну, или, наверное, если это хищение совершено по сговору группой лиц. Тогда это тоже будет уголовное деяние. Все верно. Вот. Ну и, наверное, такой вопрос, который постоянно задают, как педагоги, так родители, и дети часто спрашивают. На самом деле существует такой так называемый комендантский час вообще у нас вот в Челябинской области. То есть есть ли какие-то ограничения для нахождения несовершеннолетних, там, вечернее, ночное, может быть, в дневное время? Или это мифы, это придумали взрослые, чтобы напугать детей, чтобы они ночью дома сидели? Нет, у нас действительно в Российской Федерации существует федеральный закон номер 124 об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации, который как раз-таки устанавливает ограничения нахождения детей в ночное время в общественных местах и на улицах. На основании вот этого закона на территории Челябинской области также существует свой закон Челябинской области номер 125, который также предусматривает запрет нахождения несовершеннолетних в общественных местах в определенное время. То есть у нас ночным временем, согласно данного закона, признается время с 22 часов до 6 часов утра, в которое дети у нас не могут находиться на улицах. Также у нас этим законом предусмотрено, что у нас дети не могут находиться в местах, где реализуются товары, не надлежащие для детей, например. То есть это тоже наказывается. За нахождение детей в ночное время у нас тоже предусмотрена ответственность для родителей. Родители могут быть привлечены к административной ответственности за нахождение детей в ночное время в общественных местах по статье 5.35 Кодекса об административных правонарушениях. Так как в соответствии с Семейным кодексом у нас родители несут ответственность за своих детей, они обязаны заботиться о сохранении их жизни, здоровья, об их сне, так скажем, что должно быть с 22 часов до 6 утра. Поэтому ответственность за это лежит полностью на законных представителях. Ну тут, наверное, следует еще обратить внимание, что вот так называемый комендантский час, он введен не только для того, чтобы детей там отправить спать, режим какой-то соблюдать, но это ведь еще и с целью сохранения жизни и здоровья, скажем, да. Чтобы жизнь и здоровье и чтобы в отношении несовершеннолетних не были совершены преступления. Потому что, как правило, у нас все преступления практически в отношении совершеннолетних начинают совершаться в вечернее и ночное время. Потому что дети у нас, так скажем, в это время более не защищены, да. Они у нас, если гуляют одни, защитить их некому. Прохожих нету, да, кто мог бы, например, прийти им на помощь. Поэтому это очень вот такая тоже... И еще такой вопрос. Вот, значит, нахождение детей вообще нельзя ночью, да. А если вот, допустим, родители с детьми, ну, им надо на поезд поехать отдыхать, там, они идут по улице с родителями. Что-то будет родителям за это, за то, что ребенок... Нет, если ребенок находится с законным представителем, к административной ответственности они привлечены не будут, потому что ситуации бывают разные. И это вынужденная мера, так скажем, да, что родители действительно, они взяли с собой ребенка. А если обратная ситуация, допустим, сейчас лето, жарко, очень много семей будет выезжать куда-то там за город, на базы отдыха, пляжи и так далее. Мы все знаем, что на базах отдыха там круглосуточно люди отдыхают, и в ночное время. Если родители, вот в присутствии родителей, но ребенок там будет всю ночь не спать, находиться, там родители будут употреблять, возможно, даже алкоголь при ребенке. За это что-то могут родители какую-то ответственность понести? Или это тоже личное их дело? Нет, ну смотря тут какая ситуация. Тоже это надо разбираться с каждой ситуацией самостоятельно, так скажем, да, и уже рассматривать, какая степень. Ну, то есть, как я понимаю, из законодательства, да, всегда нужна система противоправных действий родителя. То есть, если это единичный какой-то случай, сотрудники полиции все равно, наверное, какую-то работу проведут. Естественно. Если вот когда они выезжают на базы отдыха, вот в этом случае да. В случае, когда мама с ребенком находится на вокзале, да, с целью того, чтобы уехать на отдых там или куда-нибудь еще, ну, это жизненная ситуация. Здесь мы тоже, ну, беседа здесь даже тоже может и не помочь, потому что здесь и нечего беседовать. Это вот единичный случай. А когда вот на базу отдыха, и когда родители в присутствии детей, естественно, употребляют спиртные напитки, выражаются нецензурно. Ну, плюс употребление спиртных напитков все-таки может повлечь определенное, там, изменение сознания самих родителей. Да, да, да. То есть тут, естественно, тут работа будет проведена и с родителями, и даже с руководителями баз отдыха, потому что все равно вот на их собственности, ну, на их территории находятся несовершеннолетние дети, пусть даже совместно с законными представителями. Просто вот в последнее время, если посмотреть на властную повестку, даже вот в прошлом году, позапрошлом году, очень часто мы встречаемся с такой ситуацией, когда родители на пляже, там, на городском пляже и так далее, приходят с детьми, отдыхают, в итоге очень утомляются в процессе отдыха, да, и дети остаются абсолютно безнадзорные, без какого-то контроля, и бывают даже чрезвычайные ситуации. Сотрудникам полиции известны каждые такие случаи, да. Мы стараемся тоже выявлять это, чтобы действительно вот вовремя реагировать и вовремя вот с семьёй начинать уже проведение, например, работы, чтобы таких случаев больше не появлялось. Ну, вот в продолжение этой же темы, а если, допустим, несовершеннолетние будут находиться, ну, со старшей совершеннолетней сестрой, братом? Ну, тоже он находится в зоне семейства. Я так правильно понимаю, что в законодательстве там же чётко прописано законные представители. То есть в данном случае бабушка, дедушка, тётя, дядя и так далее, они не являются законными представителями. По закону они не являются законными представителями. Да, ну, опять же, тоже, наверное, исходя из ситуации. Если дедушка к бабушке в деревню приехала и там выявили, на первый раз ограничиться проведением какой-то профилактической беседы, я это понимаю, да? Да, всё верно. Если это уже, например, система и тот же самый брат или та же самая сестра тоже занимаются совершением правонарушения, да, либо ведут себя как-то не так, как это предусмотрено нормами и правилами, естественно, так же будет с семьёй, с законными представителями будет проведена беседа о недопущении. Да, ну, это важно, потому что если упускать такие моменты, это может потом повторяться, да, и это в систему может войти. То есть надо сразу это пресекать, и если мы узнаём об этом случае, естественно, мы начинаем реагировать незамедлительно. Я так понимаю, что у полиции, по сути, вот именно у подразделений по делам несовершеннолетних, у них же не только какая-то определённая карательная функция, да? Нет, конечно. То есть это уже когда какое-то непонимание, система, да, нет реакции правильной. То есть даже в первую очередь профилактическая функция. Вот сотрудники подразделений по делам несовершеннолетних, они в первую очередь занимаются профилактикой безнадзорности и правонарушений. А профилактика – это не сразу привлечение к уголовной либо административной ответственности, это в первую очередь недопущение совершения правонарушений и преступлений. То есть мы делаем изначально всё, чтобы не допустить совершения детьми вот этих вот поступков и деяний. Ну, то есть мы вот сейчас обсудили, да, по идее, что дети, нужно обеспечивать их занятость для того, чтобы всегда они были под присмотром, под контролем и так далее. А как обстоит ситуация, когда у нас дети едут в летние оздоровительные лагеря, да, то есть родители уже не могут их контролировать? Кто несёт ответственность за них уже тогда? В летних детских оздоровительных лагерях и даже в школьных лагерях, когда дети, да, полдня там находятся, не целый день, ответственность за них несут руководители, педагоги, которые находятся с ними. В загородных лагерях это непосредственно воспитатели и руководители этих загородных лагерей. В детских школьных лагерях это те же самые педагоги, которые находятся с ними. Функция по воспитанию и также тоже по ответственности за этих детей возлагается именно на вот этих вот лиц. Ну тут ещё важно ведь отметить, обратить внимание на то, что наша цель не просто, допустим, отправить ребёнка в лагерь, да, и он там будет под присмотром, находиться в каком-то там замок, в этом пространстве и ничего не совершит. Детей нужно правильно занять, правильно я понимаю? Ну это основная функция лагерей, что это также тоже в свою очередь воспитательная функция, что нужно им показать такой вид отдыха, да, чтобы они, во-первых, запомнили этот отдых на ближайший учебный потом год, да, 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 чтобы они, во-первых, они научились, может быть, там посмотрели какие-то новые там экскурсии, да, там если организовываются, тоже чтобы для них это было действительно интересно и действительно важно, потому что если неинтересно, то тогда у нас появляется новая проблема, проблема, да, то есть мы сталкиваемся очень часто, когда ситуации самобольного ухода из лагеря, да? Все верно, все верно. То есть если у нас вот действительно ребенок туда поехал изначально с таким воодушевлением, и он не получил на каком-то этапе вот этого восторга, да, и вот этого удовлетворения от нахождения в этом лагере, естественно, ему хочется куда? Ему хочется домой. Он не хочет больше находиться оставшиеся там 14 дней в этом лагере, он хочет домой, где он найдет себе занятие по душе. Поэтому, никого не спросив, у нас дети просто собирают вещи или даже не вещи и просто уходят с территории лагеря. То есть очень важно не просто там их собрать всегда, но и занятия, чтобы это было интересно. Это, да, и плюс еще вот нужно воспитателям, которые находятся с детьми именно в смене, в той, когда вот приезжают дети, нужно практически, ну, разглядеть, наверное, что ли, вот как они себя ведут на первых порах. Да, период адаптации. Да, да, на первых порах посмотреть, кто чем занимается, кому что интересно, кто лидер становится, да, вот именно вот в каком-то, как они называют, в отряде, в отряде. Вот, и уже строить дальнейшую свою вот эту вот работу с учетом вот этих вот моментов, кому можно больше внимания уделить, да, кому нужно как-то другие, может быть, виды, да, подходы, виды деятельности придумать, да, может быть, кому-то нравится там отжиматься, кому-то, кто-то слабенький, кто-то слабее, а не заставлять его, например, чтобы действительно ребенок получал удовольствие. И вот воспитатель, который находится с ними, он в первую очередь должен вот это вот посмотреть и для себя определить, чтобы действительно весь отряд только у него вот получил хорошую эмоцию. А как вот, может быть, вы как-то посоветуете из практики такое, что все-таки дети у нас разные, бывает всякое, вот мы, опять же, новостная повестка, лента, да, очень часто пестрит такими сообщениями, что в лагерь там воспитатель ударила ребенка или там обозвала как-то или что-то такое. Вот почему вообще это происходит? Кто в этом виноват, что вот ребенок действительно довел так воспитателя или что? Ну, здесь вот говорить о том, что кто-то в этом виноват, до конца мы никогда не можем разобраться и понять, кто в этом виноват, да. Понятно, что взрослый человек, он, ну, априори не имеет права, да, бить детей. То есть это, оно заложено всегда, ребенок в первую очередь слабее, какой бы он ни был, он слабее и, ну, это нельзя делать. Воспитатель, нарушая вот личное пространство ребенка, применяя к нему физическую силу, он несет ответственность также тоже в соответствии с Уголовным кодексом Российской Федерации. Предусмотрена статья за данный вид преступлений, это 156-я статья Уголовного кодекса, где лица, на которых возложены обязанности по воспитанию детей, привлекаются к уголовной ответственности за ненадлежащее исполнение и жестокое обращение. То есть это все предусмотрено в рамках уголовного законодательства. И разбираться в этом, кто виноват, у нас, ну, есть дети тоже, которые не ангелы, да. Тут, наверное, в первую очередь хотелось бы дать вот такой совет, скажем так, педагогам. Это ни в коем случае не допускать агрессию в ответ на агрессию. В отношении, конечно. Потому что, что касается подростков, вот сколько даже мы с вами по работе, да, сталкиваемся, если начинать агрессировать, то агрессия ребенка, она только нарастает. Тогда уже никакого диалога конструктивного не получится. То есть конкретно пойдет уже конфликт какой-то, и все это перейдет. И как показывает практика, даже если действительно вот ребенок педагога доводит, ну, вот всякое бывает, не исключаю, как правило, всегда виноват педагог. Вот каким бы он ни был, хорошим, с кучей рекомендаций, с кучей дипломов, с кучей благодарности и грамот. Виноват всегда педагог, да, а ребенок – это ребенок. Поэтому хотелось бы сказать всем педагогам и воспитателям, в первую очередь, не надо агрессировать в отношении ребенка, не накалять вот эту вот сложившую еще, например, ситуацию, да, если действительно какие-то моменты возникают, лучше поговорить, сесть, либо прекратить это все на корню, не обращать внимания и не реагировать на такие выпады детей. На провокацию. Да, на провокацию. Ну, еще вот хотелось бы спросить, что сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних, они проводят профилактическую работу, да, А вот в период летней оздоровительной кампании как-то участвуют тоже в воспитательных мероприятиях сотрудники полиции? Или они работают только с теми, кто уже попал в поле зрения, стоит на учете? Нет, нет, у нас сотрудники полиции, они даже не то, что в летний период, они даже в целый год работают только с теми, кто состоит на учете и кто попал в поле зрения. А наши сотрудники полиции, они в летний период проводят активную профилактическую работу в детских лагерях, в оздоровительных лагерях, в загородных лагерях, в школьных лагерях. Это также предусматривает у нас посещение этих лагерей практически ежедневное, проведение бесед. Также у нас сотрудники полиции и в том числе Главное управление МВД России по Телябинской области мы организуем экскурсии в летний период именно с Главным управлением по молодежной политике для детей, в том числе состоящих на учете и обычных детей собираем, которые не состоят на учете и вот вводим на экскурсии. Также у нас в летний период, второй год подряд мы организовываем профильные смены для несовершеннолетних, состоящих на учете. Это конкретно две смены, вот в этом году по крайней мере будут именно для детей, состоящих на учете. То есть мы работаем тоже в этом направлении, мы хотим в первую очередь работаем с детьми, которые не попадали в поле зрения сотрудников полиции, чтобы они и не попадали дальше. А с несовершеннолетними состоящими на учете мы работаем в том плане, чтобы они больше ничего не совершали. То есть вот этот опыт, который у них был, чтобы он остался в прошлом и больше никогда они к нему не возвращались. А еще вот, как мы привыкли все-таки, проведение профилактической работы чаще всего, особенно со стороны сотрудников полиции, заключается в проведении лекций бесед. Вот на ваш взгляд, это достаточно и эффективно? Ну, на мой взгляд, лекции беседы, они уже изжили себя. Это, мне кажется, было уже актуально еще лет, наверное, 20 назад, когда еще времена немножко были другие. Сейчас вот у нас применяются тоже много различных форм и методов работы. Даже с этой целью у нас аппарат главного управления вот два года подряд ездил по обмену опытом в другие регионы. И мы вот тоже обменивались мы с ними, они с нами. Надо еще сказать о нашем тесном взаимодействии. Да, 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 и наше тесное взаимодействие. Наш центр разрабатывает программы, игровые педагогические инструменты не только для педагогического сообщества, но и для сотрудников ПДН, для того, чтобы работа с детьми, она все-таки была более результативная и, самое главное, детям интересна. Потому что, на самом деле, правильно Светлана сказала, когда приходят вот и нудно читают какой-то, даже если интересный оратор, и он интересно будет читать лекцию, ну это раз пройдет. Она не воспримется, она уже так не воспринимается. Все-таки наши дети, они более активные, более современные, они там все время в сети, там какие-то разные эти, подписаны на разные каналы порой даже, мы не все их знаем, да. Вот, и поэтому нужно использовать также новые формы общения с детьми, новые обучающие формы. Поэтому вот я всегда говорю, как бы, что игровые формы, это эффективно, правильно? Это эффективно, потому что дети заинтересовываются во время игры именно вот процессом, и тогда для них вложить в их головы нужную нам информацию становится намного легче. Ну, во-первых, это еще и сближает, наверное, да, как педагога ребенка, любого взрослого, и ребенка какая-то совместная деятельность, особенно игровая деятельность, позволяет раскрепоститься детям, и уже они более восприимчивы становятся какой-то там организацией. Ну, сразу такой небольшой анонс сделаю, как раз у нас были подготовлены, небольшой подготовлен квиз на правовую тематику вместе с главным управлением МВД России для проведения с детьми. Вот это, потом мы разместим это в нашей группе ВКонтакте, можно будет использовать даже на базе летних оздоровительных лагерей, как загородных, так и городских, поиграть с детьми, и в ходе игры они там усвоят для себя какие-то новые нормы закона. Да, и мы посмотрим эффективные, да, таких тоже проведенных мероприятий. Ну да, и опять же, обратная реакция детей, мы увидим, понимаем их мнения, их суждения, их знания и так далее, как они реагируют в той или иной ситуации. Ну, в принципе, мы вот обсудили правонарушения, какие основные факторы, а если не говорить о правонарушениях, которые совершают несовершеннолетние, что еще, какие опасности подстерегают, скажем так, наших детей в летний период именно? А есть какие-то особенности? Ну, и летом у нас вообще очень много опасностей, которые подстерегают наших детей. Во-первых, это водоемы наши. Опасности могут быть разные. Ну, я не буду сейчас перечислять, наверное, все люди взрослые, все прекрасно понимают, да, какие опасности могут существовать. Неважно, умеет плавать ребенок, не умеет плавать ребенок, всякие ситуации бывают. Вот, поэтому очень важно. Ну, я сейчас давайте продиктую, какие опасности, а потом уже мы более подробно поговорим, да, что нужно делать с родителем и как это избежать. Это первое, водоемы. Вторая опасность, это окна. Высокие этажи, открытые окна. Да, всякие бывают. Ситуации, правда, бывают всякие, не только маленькие. У нас и бывают и дети 10-летние, и 12-летние, вот по нечаянности, по незнанию, по неосторожности могут тоже выпадать. То есть это вот такие вот два самых таких момента. Ну, плюс дети у нас могут стать также вот жертвами преступлений различных, потому что это массовое ископление граждан в летний период. Это в парках также, на пляжах, где тоже могут быть дети, тоже могут быть совершены в отношении них противоправные деяния. Вот, но это вот самые такие основные опасности, которые подстерегают детей. И в первую очередь о таких опасностях надо родителям рассказывать, чтобы действительно ребенок не попал вот в эти ситуации. По поводу окон, если есть в доме маленькие дети, действительно нужно обзаботиться о том, чтобы у нас окна были безопасные. Либо закрывать замки, да. Москитные сетки, они вообще не панацея от всех. Ну, как показывает практика, как раз из-за сеток детей падают. Да, действительно, они очень хлипкие. И это прям такой... Некая иллюзия, преграды. Вот, поэтому родители в первую очередь должны позаботиться о безопасности своих маленьких детей. Ну и в первую очередь также тоже, если дети уже постарше, ну, родители должны рассказать им, что не надо залазить на подоконники, выглядывать в окна и облокачиваться на москитные сетки, если окна открыта. Ну, конечно, если мы говорим про маленьких детей, то не надо их оставлять без контроля. Без присмотра, без присмотра. Это в первую очередь, все правильно. По поводу водоемов. Родители тоже должны объяснять ребенку, что если ты не умеешь плавать, не нужно лезть в воду. Либо это должно быть аккуратно, либо это должно быть только под присмотром также родителей. Либо взрослых, ну, может быть, там, братьев, которые умеют плавать и которые будут нести ответственность за ребенка. Вот, то есть это вот такие вот основные моменты, которые у нас в летний период чаще всего приключаются. Ну, еще из опасностей можно сказать пожары. У нас в сельских местностях в основном они случаются, когда дети у нас проживают в своих домах, где есть, например, печное отопление. Там также тоже родителям не стоит оставлять детей дома надолго без присмотра, потому что дети уже умеют сами пользоваться спичками и умеют сами разжигать печки. И это может быть действительно очень опасно. Там много нюансов, да, по разжиганию печки. Вот, то есть это вот пожары. Ну, в городских, в городе тоже также у нас могут это быть пожары, также газовые плиты. Действительно нужно вот за этим всем родителям в первую очередь следить. А есть вообще какие-то, может быть, профилактические мероприятия, акции, там, не знаю, когда доводится информация до законных представителей о существующих рисках, вот даже вот происшествия с детьми, да, проводится какая-то работа такая? Конечно. У нас на территории региона вот с 1 мая проводится профилактическая акция «Безопасное окно». В рамках данной акции представители всех органов системы профилактики, они вот именно организовывают проведение мероприятий по доведению до населения, вот информации о том, как нужно вести себя с детьми, как им нужно объяснять, да, меры безопасности, и что нельзя оставлять детей дома одних, именно вот по тематике сохранения жизни и здоровья детей, чтобы они у нас не попадали. В летний период у нас также проводится акция межведомственная, тоже она у нас называется «Подросток». В течение трех месяцев она у нас проводится. В этот период также органы системы профилактики проводят работу, в том числе по недопущению вот таких вот чрезвычайных происшествий с участием детей. Ну, еще вот часто такие вопросы поступают, как бы, от законных представителей, вот в ситуации, когда ребенок вовремя не пришел домой, да, и родители не могут до него дозвониться, не знают, где он, у друзей все проверили, нету. Через какое время можно обратиться за помощью в полицию для того, чтобы помогли разыскать ребенка? Существуют какие-то там временные рамки, вот многие говорят, что там в течение трех суток не принимают заявление, там еще какое-то время озвучивают? Нет, никаких временных рамок нет. Здесь даже дело не касается ни несовершеннолетних, ни совершеннолетних граждан. Заявление о без вести пропавших принимается незамедлительно. Прям, я даже родителям бы настоятельно рекомендовала не ждать завтрашнего дня, после завтрашнего дня, не надеяться, потому что своевременное обращение в органы полиции – это залог успешного обнаружения ребенка. Ну, и предупреждение о совершении каких-либо благ. Конечно, либо противоправных деяний в отношении него, да, и им точно так же. Вот своевременное обращение – это прям вот, я бы даже рекомендовала сразу бежать, если только родитель не смог дозвониться ребенка, или уже засомневался и уже почувствовал, что действительно надо принимать меры, да, сразу надо бежать. Заявление сотрудники полиции обязаны принять незамедлительно и начать поисковое мероприятие. Еще вот такой вопрос. Мы все больше говорим про родителей, да, давайте немножко поговорим про летние лагеря, особенно загородные, ну и, в принципе, и городские лагеря. Совершаются ли там какие-то противоправные деяния, поступки в отношении детей? Или, может быть, дети совершают? Если да, то что наиболее распространенное? И как это предупредить, скажем так? Совершаются, конечно, у нас и дети там совершают противоправные поступки, в отношении детей совершаются противоправные деяния, это безусловно. А дети у нас могут там совершать также кражи. Это вот к вопросу о том, что, да, мы разговаривали уже несколько минут назад о телефонах, да, ну, такие же ситуации, что и в школе они могут происходить, кражи. Дети могут драться, дети могут причинять телесные повреждения, то есть различной степени тяжести, всякое бывает. В отношении детей тоже могут происходить вот такие преступления, как причинение телесных повреждений. Даже элементарно могут происходить правонарушения не в отношении детей, а просто в лагере сотрудниками. Бывают такие, да, бывают ситуации такие фиксируются, когда у нас сотрудники тоже могут во время нахождения смены в лагере совершать правонарушения, распивать алкогольные напитки в присутствии детей непосредственно. А чем это грозит, вот если вы являет, допустим, сотрудник лагеря, который употреблял? Ну, во-первых, он у нас привлекается к административной ответственности. Ну, наверное, увольнение. И увольнение, да. То есть вот когда это все обнаруживается, данный сотрудник, он просто не может дальше осуществлять свою деятельность в рамках лагеря. Ну, здесь вот, наверное, хочется родителям посоветовать все-таки, когда отправляют детей в лагерь, ну, не просто с ними поговорить, рассказать, что там, как себя вести, какие-то нормы поведения довести. Ну, и, наверное, не следует давать дорогие какие-то гаджеты с собой в лагерь. Ребенок едет отдыхать, да, а не для того, чтобы как же сидеть. Во-первых, это будет мешать ему принимать участие в каких-то общих отрядных мероприятиях и так далее, он будет отвлекаться. Ну, и плюс это всегда риск того, что либо он потеряет эту дорогую вещь, либо он там сломает, либо украдут. То есть, да, тут вот тоже нужно как бы продумывать это. Ребенок едет отдыхать, а не сидеть. Он дома посидит в интернете. Да, и нужно именно учитывать, что категории отдыхающих детей там разные. Поэтому вот, чтобы обезопасить себя, действительно, надо продумывать все моменты. А как вообще, вот, может быть, есть какие-то советы, рекомендации? Как разговаривать с ребенком? Как ему преподносить вот информацию, да, о том, что существует там уголовно-административная ответственность? Что хорошо, что плохо? Может быть, есть какие-то там советы? Я не знаю. Как это? Посадить напротив себя и начать читать уголовный кодекс, зачитывать? Нет. Если мы будем читать уголовный кодекс, это будет вообще не информативно, и ребенок никак не будет это воспринимать. Во-первых, родители, когда разговаривают со своими детьми... Ну, вообще, родители должны всегда достигать доверительных отношений со своим ребенком, да? Он должен, родители, интересоваться жизнью ребенка, должен знать, с кем ребенок общается, в какой компании он общается. Ну, и, соответственно, учитывать психологию детей, да, что мы не можем 10-летнему ребенку сесть и сочитывать уголовный кодекс. Но он это не поймет, и ему это будет неинтересно, потому что он не знает каких-то моментов в жизни, еще в школе его не учили, и ему это будет непонятно. Вот. То есть, родители должны объяснять, что вот за это, ну, вот так делать нельзя, в обществе так не принято, да, это некрасиво. Ну, наверное, тут опять же мы возвращаемся к тому, что для того, чтобы какую-то информацию донести до ребенка, что у родителя с ребенком, что у педагога с ребенком, должны складываться доверительные отношения. Да, то есть, если доверия нету, если каждый живет своей жизнью, родитель занят своими делами, там, деньги зарабатывает, заботится и думает, что он у меня самое главное уже накормлен, а дед не хуже, чем другие, да, все у него есть, и кружки секции я ему оплачиваю, и все. И пусть он там занят сам собой, я с работы пришла, устала, отдыхаю. То есть, такого быть не должно, нужно уделять детям внимание, ну, хотя бы даже при всей нашей занятости, но должны быть какие-то совместные мероприятия, там, обязательно, как психологи рекомендуют, там, совместный ужин, собраться обязательно всей семьей, обсудить, обязательно совместный досуг, хотя бы вот по выходным выезжать куда-то, потому что это на самом деле вот формирует такие доверительные отношения, потому что часто потом сталкиваемся, когда детям 14, 15, 16 лет, и родители вдруг осознают и понимают, что... Упустили. Да, ребенок-то не слушает и не хочет, и как бы вообще отдалился, и живут как соседи, это очень, как бы, плачевно. Это потом уже не вернуть? Потом не вернуть. Это очень сложно, да, и это будет уже потом потерянное отношение родителей. И вот все-таки на самом деле вот выражение, что материальные блага – это не самое главное в жизни ребенка. Самое главное – это теплота, забота и любовь. Вот, то же самое и если мы говорим про школу, там, и так далее. То есть наша основная задача не столько там образовать в образовательном процессе именно обучить чему-то, там, подготовить, как у нас, к ЕГЭ, ОГЭ и так далее, а все-таки воспитать всесторонне развитую личность и обязательно не упускать вот этот вот именно воспитательный процесс, компонент, то есть тоже доверительные отношения. Ведь мы часто сталкиваемся, когда на самом деле бывают педагоги, и я всегда говорю, что я восхищаюсь такими педагогами, да, когда дети идут даже ни к маме, ни к папе с проблемой, а бегут к учителю. И это на самом деле замечательно, когда вот есть такой значимый взрослый, к которому ребенок может обратиться за помощью. Также очень важно транслировать информацию о том, куда ребенок может обратиться в случае какой-то кризисной ситуации, да. То есть у нас иногда бывает, родители сами не знают, когда ситуация происходит какая-то, да. Ну, может быть, 112 еще люди знают, да, чтобы позвонить. И на этом все ограничивается, и мы не знаем, куда обратиться, что делать, как. А на самом деле в нашей области достаточно большое количество ресурсов таких, которые по оказанию и консультативной помощи, и психологической помощи, и в том числе юридической помощи. То есть главное вот это все транслировать, чтобы ребенок знал. Телефон доверия детский, я думаю, это вообще должно. Во-вторых, надо транслировать. Во-вторых, надо не бояться обращаться. Потому что у нас иногда бывает, что и дети, и родители, они считают обращение, например, к психологу, это чем-то сверхъестественным и страшным. А уж слышат слово «психиатр», это вообще прям убийственно, и мы туда никогда в жизни не пойдем. Это большая ошибка и большое заблуждение. Эти специалисты, они специально созданы для того, чтобы действительно помогать. И это не как-то плохо. Нужно это делать. И родители и дети должны знать, что это нужно и можно, и куда это нужно пойти. Так, ну давайте сейчас немножечко перейдем к вопросам участников нашего вебинара. Вот один из вопросов, но это, наверное, больше будет в Светлане адресовано. Какая ситуация по подростковым преступлениям у нас в городе и области по сравнению с другими регионами? То есть как, у нас все очень хорошо? Или у нас все очень плохо? Или не очень хорошо? Нет, нет. У нас, вот если сравнивать с Уральским федеральным округом, вот у нас такой Уральский федеральный округ, туда входит у нас Свердловская область, Ямал-Аненецкий автономный округ, Тюменская, Курганская область и Ханты-Мансийский автономный округ. То есть мы... Я бы... Нет, нет. Я бы даже сказала, что мы одинаково смотримся со Свердловской областью. Мы два таких, можно сказать, региона больших, потому что Курганская область, она не такая по численности. Тюменская чуть тоже поменьше. То есть вот Свердловск и мы, мы прям, в принципе, вот, я бы даже сказала, передовики в летний период времени. Насколько еще я помню, да, у нас периодически так и первенство по количеству, если мы говорим по преступлениям несовершеннолетних, то есть у нас периодически то Челябинская область лидирует, то Свердловская область лидирует. То есть в этом плане не все благополучно. Да, в остальных регионах намного все меньше, но у нас, я бы хотела даже вот прям акцентировать на этом внимание, у нас все зависит от населения. Да, у нас и населения детского больше по сравнению с остальными четырьмя вот регионами. И людей больше. Поэтому вот у нас, соответственно, и, ну, да, вот и преступлений побольше получается. Ну, еще у нас такой вопрос. Вот мы обсудили тему, что нельзя находиться в ночное время ребенку. А есть у нас такой вопрос от Татьяны. А со скольки лет ребенок может находиться на улице без сопровождения взрослых, ну, в том числе в дневное время? Есть какое-то ограничение? Нет, таких ограничений нет. Здесь уже родители, это родительская тоже ответственность. Понятно, что мы пятилетнего ребенка одного на улицу гулять не выгоним, да? Это, ну, есть случаи, но это не есть норма. Понятно, что ребенок пятилетний, он себя защитить-то не может. Он даже иногда и рассказать-то про себя ничего не может, чтобы вот вернуться домой, он и заблудиться может. То есть это родители должны прекрасно понимать. Понятно, что другая ситуация. Ребенок уже пятиклассник, допустим, шестиклассник, который уже вполне самостоятельный, он вполне уже может и знать, где он живет, он вполне может знать, как добраться от одной точки в другую, да, к дому, в парк или из парка домой. Здесь никакого нарушения не будет, если ребенок там. Нарушения не будет, да. И у нас нигде не оговорено в нашем российском законодательстве именно с какого возраста ребенок может находиться на улице и гулять. Опять же, у нас в семейном кодексе прописано, да, что родители несут ответственность. Вот я почему и обратила на это сразу внимание, что тут уже родительская ответственность, что родитель должен решить, да, может его ребенок в пять лет идти гулять или нет. А если вот такая ситуация, допустим, люди видят, что регулярно ребенок, пусть даже не пяти лет, там четырех-трех лет находится один без сопровождения взрослых. Нужно как-то на это реагировать? Это безусловно, нужно на это реагировать. И нужно сообщить также в органы правоохранительные, да, о том, что вот есть такая ситуация, есть такой ребенок, есть такая семья. Да, сотрудники полиции обязательно придут по адресу и в первую очередь выяснят, с чем это связано, почему ребенок у нас гуляет один. Вот, ну и, соответственно, дальше уже по мере выяснения будут приниматься меры. А еще вот ситуация, все-таки сейчас в наше общество очень часто мы сталкиваемся с тем, что люди посторонние, скажем так, они боятся, не знаю, боятся, опасаются, как-то вмешиваться в различные ситуации, в том числе, вот, допустим, там, замечания даже делать, когда происходит, что противоправное подросток делает, либо боятся ответственности за то, что там неправильно расценят их действия, что они обратились к чужому ребенку. Вот, как вот в этой ситуации? Вот, допустим, я иду с работы, вижу, что во дворе, ну, я одно маленький ребенок, два-три года, взрослых никого рядом нет, он не идти дальше? Или все-таки мне что-то нужно? Можно обратить на это внимание, на этого ребенка, элементарно, если это во дворе, ну, вы же знаете тоже, да, соседей своих, вы можете спросить, может быть, вы знаете этого ребенка, кому он принадлежит. Если вы знаете, кому он принадлежит, можно его завести домой, да, и сказать маме, что... Ну, опять же, всегда есть такая вероятность, что ребенок заблудился. Часто же сталкиваемся, даже вот бывает, мама зашла в магазин и две минуточки отвлеклась, дети у нас очень шустрые. Ребенок вышел, да, вышел и пошел гулять. Ну, у ребенка в первую очередь можно спросить, если ребенок отвечает, если ребенок понимает, что он находится где-то в зоне видимости своего дома, да, и может сказать, я живу вон там, я сейчас пойду домой, там, моя мама такая-то, мой папа такой-то. Тогда, да, можно проводить, довести. Это ситуация. Чаще мы же детей как учим? С посторонними на улице не разговаривать, адрес свой не называть. Ну, значит, нужно сообщить в полицию, что найден ребенок. Да, но тут, наверное, нужно посоветовать, да, сообщить в полицию на 02, там, 112 номер. И еще такой совет, не надо ребенка, вот очень часто тоже вот сталкиваемся, да, что когда находят ребенка, уводят домой, к себе, пока разберутся, пока не надо. Не надо, нужно обязательно. Дождаться сотрудников, если вы позвонили 02 или 112, дождаться сотрудников полиции, передать ребенка, и уже тогда сотрудники полиции будут расправиться. А если вот тоже ситуация, допустим, идем по улице, идет мужчина, за руку волочет ребенка, ребенок истошно кричит, все, вот стоит отреагировать? Здесь вмешаться нужно 100%, потому что когда ребенок кричит, это может быть признаком совершения в отношении него, готовящегося совершения в отношении его противоправного деяния. Поэтому лучше остановиться и у ребенка спросить, кто тебе этот человек, знаешь ты его, не знаешь. Если ребенок уже будет говорить, что я его не знаю, тогда действительно надо тоже уже обращаться в правоохранительные органы и сообщать о таких фактах. Ну и конечно, я думаю, не стоит оставаться безучастными, когда мы видим, даже если это родители, жестоко обращаются со своими детьми. Потому что, если честно, в последнее время у нас агрессия в обществе, она как-то возрастает. И родители, и детей, и всех. И довольно-таки часто мы становимся свидетелями таких сцен, когда там либо мама дергает ребенка, либо там толкает, бывают случаи, что и там швыряет. То есть в такой ситуации тоже не надо оставаться равнодушным, правильно? То есть нужно отреагировать. Возможно, достаточно будет с такой мамочкой один раз пообщаться с сотрудником полиции, да, и она когда сделает выводы, переосмыслит, и тем самым мы ребенка сохраним, да, и психику его, и физическое здоровье сохраним. И спрофилактируем совершение уже более тяжкого преступления. Ну, в принципе, вопросов больше нету. А вот вопрос, что будет, если без родителей ушел на водоем, и там один? Что такая, какая-то ответственность есть? Ну, тут, наверное, если ребенок без родителей, и родители не знают, он ушел на водоем, как таковой-то ответственности нету. Да нет, конечно. Опять же, если посмотреть, что это будет систематически, родители не знают, где находится их ребенок, да? Ну, опять же, смотря какой ребенок. У нас ребенок до 18 лет, признается, да? То есть если 16-летний ребенок или 17-летний пошел один на водоем, ну, в этом, в принципе, ничего страшного нет. А вот если пятилетний, да, ушел, то здесь вот оно уже действительно имеет место. Надо посмотреть на эту ситуацию с другой стороны и провести беседу с родителями. Если действительно это система, потому что у нас также вот наш регион богат сельскими поселениями, да, где вот водоемы, они в шаговой доступности, и дети там, они чувствуют себя намного свободнее, чем в городе, и они могут действительно и даже в 5 лет самостоятельно ходить на водоем. То есть здесь это все тоже замечается. То есть это все равно это не норма в 5 лет ребенка. Это не норма, это нужно об этом сообщать, нужно с такими семьями проводить профилактическую работу и разъяснять действительно родителям, что это опасно, да, и какие риски и последствия существуют. Ну, и, конечно, взрослым, которые стали свидетелями того, не игнорировать, если уж увидите, что маленький ребенок находится рядом с собой. Да, об этом нужно сообщать. Да, то есть это все. Ну, в принципе, основную тему мы обсудили. Хотелось бы, наверное, сегодня еще всех педагогов, детей, родителей поздравить с праздником. Сегодня у нас прошли последние звонки, основная масса. Я так понимаю, что еще в каких-то муниципалитетах будут звонки или уже все у нас? Нет, у нас основная масса прошла с 17 по сегодняшний день, 26 числа. У нас незначительное количество тоже последних звонков произойдет. Да, здесь у нас вот это прям массовое такое, единый, так скажем, день. Да, всех выпускников, вообще, в принципе, всех ребят с праздником, с окончанием этого года. А учителей, конечно, пожелать им восстановиться за лето, восстановить свои сил, да, и снова в бой, как говорится. Ну и родителям тоже хочется сказать, потому что я сама как родитель, я ждала этого дня. Да, практически 9 месяцев я ждала этого дня, поэтому им тоже хочется пожелать, чтобы они выдохнули хотя бы на 3 месяца. 3 месяца знаю, что тоже пролетят очень быстро и незаметно, и опять начнется новый учебный год. Но тоже для родителей это возможность набраться немножко сил, отойти от уроков, отойти от бесконечных учебных занятий детских. Детских, поэтому всем только всего хорошего в летний период. Пожелать удачной сдачи экзаменов. У нас сейчас новая пора, это экзамены ОГЭ, ЕГЭ, поэтому всем удачи, чтобы все сдали, все сдали хорошо и уже отдыхали спокойно. И удачного поступления. Ну и самое главное, взрослым хотелось бы пожелать научиться слушать, самое главное, слышать детей. И тогда многих проблем удастся избежать, как говорится, любите своих детей, и дети вам ответят тем же. И не будет у нас ни преступлений, ни правонарушений, потому что чаще все-таки основная масса противоправных деяний подростками совершается именно из-за того, что где-то упустили, где-то недоработали, где-то недолюбили, агрессия какая-то. Да, ведь они все чувствуют, поэтому они, если они знают, что они никому не нужны, они будут сами находиться в этой жизни. Обязательно найдутся те взрослые, которые похвалят, что-то там скажут, подбодрят, дети почувствуют себя значимыми, и тогда уже мы вообще утратим и контроль какой-то, и связь с ребенком, это очень на самом деле страшно. Поэтому давайте смотреть на своих детей, слышать их, слушать, не надо пытаться их подстраивать под себя, я всегда говорю. Невозможно, они никогда не будут такими, как мы, так же, как наши родители. Они другие личности, да, они абсолютно другие. Со своими характерами, со своим укладом тоже жизни, поэтому... Поэтому давайте учиться друг у друга, мы у детей, дети у нас, и тогда все будет замечательно. Большое спасибо всем, кто сегодня был с нами, большое спасибо за вопросы. Ну, вот тут вот еще комментарии пишут, что профилактический учет – это не форма ответственности. Но это не форма ответственности в плане установленной законодательства. Но, тем не менее, ребенок не остается безнаказанным. Безнаказанным, да, поэтому я тут не соглашусь, все-таки это определенная форма ответственности. Ну, вопросов больше нет, всем большое спасибо. Ждем вас на следующих наших вебинарах. До свидания. До свидания.